Одесский городской совет бодро рапортует. В городе начался масштабный ремонт дорог и уже даже отремонтировано пять улиц. Центральные, Пантелеймоновская, Большая Арнаутская, Старопортофранковская и улицы Наслободки, Новая Береговая, Ядово, Агрономическая, Проценка. Что же там ремонтируют, выясняла наша съемочная группа. Подробности в сюжете. Центральные улицы особо ремонтировать не нужно. Их, как сделали в каденцию Эдуарда Гурвица, так дорожное покрытие и лежит. А вот на Слободке, да, местные дороги давно требуют ремонта. Например, на улице Проценка и на улице Ядово. Здесь дорог нет, по большому счету, это направление. Здесь тяжело ходить людям. Автомобили, в том числе и большегрузные, также, что называется, ныряют в ямы. Лидер общественной организации «Дорожный контроль Одесса» Алексей Булгару утверждает, такая обстановка, наверное, на всех улицах Слободки. И она не меняется ни на йоту. Ни при Костусеве, ни при Брандаке, ни при Труханове. Данная улица – показатель, можно сказать, наших действенной, нашей городской власти, которая говорит, что ремонт идет, процветает. В принципе, я не удивлюсь, если завтра на этом же вот виде, который сейчас есть, нарисуют разметку, и это будет понятно, что все, ремонт закончен. Мы невооруженным взглядом так видим щебень, сверху него асфальт. Толщину асфальта мы видим, он буквально там 5 сантиметров, что уже говорит нам о том, что эта дорога, этот переулок, он не предназначен для движения большегрузного транспорта. За период этой стройки, я так понимаю, еще и ранее, не производилась ни одна капитальный ремонт. Местные жители с улицы Проценка говорят, ямы, так называемого ямочного ремонта, лежат уже несколько недель. Дорожники приезжали, что-то непонятное поделали, сняли часть асфальтного покрытия, завезли технику и уехали. На вопрос людей, будут ли здесь что-то делать, представители дорожных служб ответили невнятно. Да, когда-то что-то, может быть, и будет в далекой перспективе. Мне объясняют, что этот кусок они разроют, якобы сделают, и потом начнут делать ядово. Все, это вся была от него информация. Так же самое в центре города все разрыто, Жуковского, Екатерининская, одностороннее движение. В общем, полный бардак, ездить невозможно, люди не ездят, машины разбиваются и все кидается. Вчера приезжал мужчина с линейкой, замерял, получается, длину, ширину. Ну, я так понимаю, ребята подсказывают правильно, чтобы больше асфальта не ушло. А говорится о том, что, мол, дороги все поделаны, без предела и без порядка. Разметку налаживают, во-первых, она сейчас почему-то очень слабенькая. Это, в принципе, на месяц, на два, ну, на три, в зависимости от погодных условий. Если на зиму, они даже на зиму рисуют, то после схода снега уже разметки нет. А летом, в принципе, она сейчас сотрется быстренько автомобилями, особенно, которые там часто по этой разметке ездят. Даже если наши городские власти что-то делают, то только для того, чтобы потом это переделывать. Эксперт дорожного контроля Одесса Евгений Трофимов объясняет, причин тому несколько. Первое – несоблюдение технологий дорожного строительства. Второе – устаревшие технологии. Третье – регулярный ремонт дорог позволяет давать работу коммунальщикам, подрядчикам и заодно пополнять банковские счета правильных людей. Как мы часто видим, идет дождь, они укладывают асфальт. Чем чревато дождь, либо снег? Вода попадает в асфальт, и при замерзании она образует микротрещины. Соответственно, асфальт начинает выбиваться. Это нарушение технологии очень серьезное. Соответственно, деньги, которые налогоплательщики платят, они просто выбрасываются, ну, извините, в урну. Мусорный ящик. А кто-то ложит их себе в карман. То есть для жителей, естественно, лучше сделать один раз, но качественно. Для наших чиновников лучше делать 10 раз и заработать. Те, кто не относится к городским властям и к чиновникам, каждый понимает прекрасно, что они это рапортует, потому что надо одесситам что-то рассказать. Ведь если они не будут рассказывать и рапортовать на своих сборищах, то, в принципе, каждый одессит от них отвернется и поймет, что они врут. Одесситы, делайте выводы. Хотите ездить по нормальным дорогам? Придите на местные выборы и сделайте правильный выбор. Не обманитесь в который раз и не покупайтесь на дешевый популизм. Анатолий Котин, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг».